Вокруг двух Карабахской войны полно несправедливо раскручиваемых мифов, один из которых гласит, что войну выиграл не Азербайджан, а его союзники. Давид против трех голиафов, образно говоря Азербайджан пытаются представить в качестве некоего хулигана-гопника который напал на невинного маленького младшеклассника в лице Арцаха. И не будучи уверенным даже при таком раскладе в собственной победе для страховки позвал на помощь взрослых злых дядь в лице Турции, Пакистана и бородатых кровожадных маньяков-террористов. Армению же напротив представляют своеобразным современным Давидом, который боролся с голиафом при этом с несколькими одновременно. Единственная вина Баку. Если Ереван и может обвинить Баку, то единственно в его явном многократном перевесе над собой в плане баланса сил. Но об этом Баку и сам много раз честно предупреждал. Да и то, учитывая, что наступающая сторона согласно военной науке должна иметь перевес минимум в трех раза, а в горной местности в четырех-пяти раз, преимущества Баку нивелировались, уравнивались, а где-то даже объективно уступали перед Второй Карабахской войной стартовым возможностям Армении, предоставляя Еревану огромные возможности для ведения успешных военных действий. В этом плане, если союзникам Баку выступало ресурсное превосходство, то союзникам Еревана выступали статус обороняющегося, доминирование армянских военных позиций на высокогорье, 30-летний период нацементирование своих окопов, зонтик ОДКБ, и всесторонняя поддержка Армении со стороны судейства в лице сопредседателя Минской группы ОБСЕ, на словах декларирующих равнозначный подход, а на деле жаждущих в любой момент несправедливо засудить Азербайджан, о помощи Турции, дронах и террористах. Некоторые моменты из армянского мифа о том, как толпой одного били особенно интересны. Первый момент, утверждение, что войну вела и выиграла Турция, а не Азербайджан. Да Анкара с первых дней войны открыто поддержала справедливую позицию Азербайджана, морально, советами и тому подобное и что тут такого. Подобная поддержка была не больше, чем помощь, оказываемая Арменией ее союзниками. Вся разница лишь в том, что Анкара в отличие от последних не занималась политическим фарисейством и искренне выражала свое мнение. Второй момент, постоянные ссылки армян на турецкие военные поставки Баку, решившие исход войны. Турецкое вооружение у Азербайджана было, это тоже не секрет. Так же как было и есть в больших количествах российское и израильское оружие, приобретенное в рамках законных оружейных контрактов и закровные деньги. И что с этого, следуя логике Еревана, выходит, что на стороне Баку воевали Россия и Израиль. А как насчет многомиллиардных оружейных подарков и невозвращаемых оружейных российских кредитов получаемых самим Ереваном. Да и кто мешал самой Армении выбирать более практичное и дешевое оружие. Третий момент, это повторяющиеся армянские разговоры о том, что Азербайджану помогали турецкие военные инструкторы. Опять же допустим даже и были и что. Если ты покупаешь новейшее оружие инструкторы должны быть, чтобы показать как оно работает. Сегодня инструкторы присутствуют даже когда устанавливают приставку для телевизора дома. Все прозрачно. А разве армянские военные учились обращаться с тем же российским оружием и тактическими схемами в утробе матерей. Или с пеленок уже знали как стрелять экспортной баллистической ракетой по мирным городам. Четвертый момент, это набившее оскомину бездоказательное обвинение использования Азербайджаном террористов в войне. Ясно, что этот фейк был придуман как резервная дубинка для Азербайджана, притом не одними армянами. Прагматичный Баку имеет даже такое желание вряд ли подался бы на соблазн привлечения солдат удачи, даже с целью уменьшения личных потерь на сложных участках фронта, учитывая прогнозируемую реакцию и без того предвзято настроенных к себе мировых игроков. Вдобавок стоящих с лупой в руках над головой Баку. Да и не резон был Баку воевавшему беспилотниками привлекать террористов. Пятый момент, это фейк о том, что якобы Армению подвел Кремль, оставив ее одну против Азербайджана турецко-пакистанской агрессии. Так бросили ли ОДКБ и Россия Армению одну на поле боя? Продолили ли они своего союзника, не взяв в руки оружие и не начав воевать сами вместо Еревана? Конечно же, нет. Наоборот спасли в очередной раз Армению от тотального поражения. Ибо именно благодаря России, самой территории Армении находящейся под зонтиком ОДКБ, война не коснулась, вследствие чего руки у Еревана были развязаны. Он имел большую свободу действий в отличие от Азербайджана, который не давал полноценную пропорциональную сдачу Еревану, не желая интернационализации конфликта. В противном случае Ереван, к примеру, никогда не осмелился бы обстрелять ракетой второй город Азербайджана, Гянджо, ибо сразу же получил бы ответный удар от Баку по второму городу Армении, Дюмри. Но этого не произошло. И все благодаря России, которая якобы бросила Армению. Шестой момент. Армения строит из себя жертву, побитую толпой злых турок и их приспешников для придания еще большой драматичности и эффекта своим фейкам. Наиболее креативные дезинформаторы утверждают, что вообще-то с Азербайджаном в основном воевала армия НКР, а ей лишь немного помогала армянская армия. Мол тоже мне победа. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Население НКР до войны составляло 150 тысяч, в реальности менее 100 тысяч. Если вычесть женщин, детей и пожилых, то она даже теоретически вряд ли смогла бы противостоять армии Азербайджана, население которого составляет 10 миллионов. То есть соотношение населения было 100 копеек одному в пользу Азербайджана. Так что понятно и логично, что воевала армия Армении. Ереван это отрицал, но в то же время объявил мобилизацию. Пиарил отправку сыновей чиновников в Карабах, призывал солдат прямо с армянских военкоматов. Колоссальный успех. Таким образом достаточно быть хотя бы немного объективным, чтобы увидеть невооруженным взглядом, что Азербайджан одержал уникальную победу. Одержал честно, в условиях чудовищного давления и предвзятости мировых держав. Когда несуществующую соринку в глазах Азербайджана превращали в огромное бревно и не хотели замечать целого лесоповала в глазах Еревана. Когда Ереван воевал, будучи уверенным в неприкосновенности собственной территории. Когда ему было позволено все, а Баку ничего. И Армении здорово помогли, ибо она избежала тотального поражения. И не оставили один на один с Баку, позволив к примеру, поступить с Арменией так, как она поступила с Азербайджаном в начале 90-х годов, оккупировав 20% территории. А ведь Баку теоретически спокойно мог это сделать. Но где уж там. Для Баку даже подумать о том, что позволено Еревану, смертельный грех, таков уж мир. Так что не Армения, а Азербайджан выиграл в неравном бою, окруженный со всех сторон лицемерием. В этом смысле Вторая Карабахская война не была просто войной между Азербайджаном и Арменией. Это была без всякого пафоса война против несправедливости, политического фарисейства, двойных стандартов, мирового равнодушия и цинизма. А Еревану радоваться нужно, потому что опять заботливые мировые няни вытащили страну из навозной кучи, куда она 30 лет гадила не без их помощи и молчаливо согласия.